Для этого есть вот. Сначала рассмотрим две важные задачи. Очень важные методичники описаны вначале, и я разбежусь. Первая задача — это промоку мгновенной скорости. Значит, важной характеристикой материальной точки является мгновенная скорость. Так вот, пусть материальная точка движется по такому какому-то S под D. И мы фиксируем какой-то момент времени. И его превращение небольшое, еще небольшое промежутное времени после него, какое-то D. И его превращение в D, которое больше 0. И тогда его превращение. Мы фиксируем некоторый момент времени T, а затем некоторый небольшой промежуток времени после него, который мы называем превращением. То есть Dt. И тогда мы можем найти среднюю скорость на отрезке. От D до D плюс D до D. Но это увеличение, превращение может быть как положительное, так и отрицательное. То есть по смыслу это изменение в ту или иную сторону. Просто зачастую под превращением обрезают небольшое изменение. То есть мы тут подразумеваем небольшое, а впоследствии малое, как бы с предельного года, малое в ближайшее время, но пока мы его просто небольшое. Так вот, и находим его среднюю скорость на отрезке. Это, я тут написал просто палочку, это не вектор. Считается они вот так. Сначала нужно его координату в момент времени T, плюс дельта T, минус координату в момент времени T, и поделить на превращение времени. То есть на то время, за которое это перемещение, ну или движение, случилось. Ну вот, например, если движется по закону SRT, равное 1,2 Gt квадрат, то в данном случае средняя скорость, которая зависит от T и дельта T, на этом промежутке, будет равна G на T, то есть дельта T квадрат, минус Gt квадрат, получается Gt квадрат, минус Gt квадрат, минус Gt квадрат. То есть вот это вы знаете при вот таком умножке движения, вот это же при стандартном, когда 1,2, это добавка такая получается, когда мы это превращение смотрим. Так, давайте определение решимку, где я буду стирать. Магновенной скоростью, или же просто скоростью ее можно называть. Почему? Потому что если закон движения тела сложен, то есть, допустим, его скорость меняется... Я не могу сказать, что вы говорите на ремонт. Немноген, наверное, да. Немноген, наверное, да. Ну, это скорость, и скорость... Почему просто скорость? Потому что закон движения достаточно сложный, то есть, скорость зависит от времени... допустим, не лилейных, даже не квадратичных, а оно как-то быстро меняется со временем. Поговорить о какой-то скорости просто так, а как же скорость? Сложь. То есть нужно говорить о мгновенной скорости, и поэтому эти понятия объединяются и не разделяются. Говорят, что это скорость, это медленно скорость в какой-то момент времени. Но это все, если вы чувствуете движущиеся точки... ...кого человека. Называется предел, про который уже сегодня рассказывал. Предел, к которому стремится средняя скорость вот эта. Ну, не конкретно вот эта, а то точка угона не смотрящая средняя скорость. К которому стремится V средняя, ну или которая была вот такая на начало. При стремлении... При стремлении, я запишу все, так сказать. Дельта Д к ню. То есть, V от T. Это предел при Дельта Д, стремящемся к нулю. А V средняя, которая зависит от Э Дельта Д. То есть это предел от Дельта Д, стремящемся к нулю. Зачем это нужно, я уже сказал об этом, потому что если скорость сложно зависит от времени, то нам нужно как-то определять ее в каждом отделе и высчитывать ее каждый разъял. Поэтому мы придумали такую штуку со средним временем. Это как бы первая задача, в которой явным образом появляется производная. Потом вы узнаете, что это называется производная. Такая конструкция. Это первое. Вот все у меня. Я тогда могу достирать. Она найдется в другую, продолжу здесь. Так. Вторая это касательная функция в точке. Вообще говоря, касательная функция в точке, но вот вы когда есть функция какая-то, когда вы проводите касательную, зачастую она может быть текущей. И она становится касательной, когда две вот эти точки, в которых она пересекает вашу качу, очень близко продвигаются друг к другу, ну и в конце концов, в самом конечном времени они сфоковываются в одну точку, и тогда эта леня будет касательная, а не текущая. То есть, для начала мы будем говорить просто о стекущей. Допустим, есть вот на x1, допустим, есть вот так. И тут есть несколько ложечек. Такая x0. А вот это вот x0 плюс d на x. Соответственно, здесь есть y0, который соответствует значению функции в точке x0. и есть y0 плюс d на x. И вот здесь вот можно провести, то есть, как мы сделаем, когда тоже будет перпендикулярнее, вот тут у нас, о котором я скажу, равно какому-то φ. Вот эта точка k будет, а вот эта точка k будет. Значит, давайте напишем касательное такое определение. Опять-таки, я не говорю на то, что эти определения полностью абсолютно строгие и предоставляемые. Скорее, я описал для того, чтобы вы могли не больше проникнуть за тем, что на расстоянии. А касательно функций точка k, касательно к функции 2 точка k, это прямая, что отлично. Прямая, пересекающая карта к функции, будут бесконечно близкие друг к другу точек. То есть, при приближении... Ну, как же мне сказать, что тут? При спящей карта к функции будет двух бесконечно близких точек. То есть, кардинал. Ирина Каштейн имеет кардинал, потому что, сейчас я напишу, как как... Кардинал... Кардиналит X0, Y0, and Y0, а Каштейн имеет кардинал Y0 плюс X0 плюс Dельта X и Y0 плюс Dельта Y. Так вот. Когда к Арблине переводится к Каштейн, это значит, что текущее переходит в касательную. Текущая. Переходим в касательный. То есть, Dx стремится к нулю, Dx стремится к нулю. А тут следует, что альфа это как бы угол наклона касательный в точке К. А фи это тот угол, который есть у секущей. То есть, секущая наклонена на самом деле не совсем так, как наклонена была бы. Касательная, если бы она касалась идеально в одной точке. Она чуть-чуть как-то отклоняется от идеального наклонения. В пределе, когда Dx и Dx стремятся к нулю, Касательная. Скущая будет перестоить в касательной. А это значит, что там нет альфа. Он будет равен пределам, в которых альфа стремится к фи. А это не будет альфа. А это не будет альфа. А это не будет альфа. Приделы, в которых альфа стремится к фи. Стремится к фи. В который равен. Определение альфа, можно ли? Да? Да, конечно. И вот это будет альфа. Вот я буду это отвергать. Равно. Откроем. Откроем. А что такое альфа? Это противолежащий касатель, то есть дельта ик. Хотя мы не можем. Где альфа стремится к фи. Противолежащий касатель, то есть дельта ик. Делить на дельта ик. То есть, по сути, мы смотрим. И при этом, вот это вот. Можно заменить. Вот это альфа на х. На более явном. Которое было. Дельта ик. К нулю стремится. Дельта ик. Дельта ик. Дельта ик. Вот. Мы получили пределы. Которые, по сути, говорили. Что мы находим при стремлении аргумента к нулю. Отношение приращения функций. При этом мало приращения аргумента. Собственно, к вот этому приращению аргумента. По сути, это тоже является производной в этой точке. То есть, в точке икс. Вот. Это две задачи, которые я верну. Которые содержат в себе... При решении которых придется находиться производными, чтобы точно их решить. Я все могу вытянуть. Такие вопросы? Ну, нет вопросов. Нет? Нет. Нет? Нет. 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 Теперь, собственно, определение аргумента. Если существует... Опять. Не претендует на абсолютную строгость, это определение. Если существует предел... Если существует предел... Дел... Отношения... Преращения... Функций... Которые являются... Независимые... Отношения... При... образования... Преращение... Преращение cookies... Независимых элемен Эдельт и Дитятий plural... Преращение... Прещения... Независимых элементов Эдельта или Эдельт и Эдельт и Дит colouree... При... А можно тоже сейчас ее выбрать? Так, можно предупредить, предупредить. Значит, если существует предел от превращения функции Δ и Y, от соцкашек работа. Да, существует предел... Вылудка, когда отношения особого я не писал, могу его написать. Если существует предел от... Давайте напишем отношения. Если существует предел от отношения превращения функции Δ и Y к вызывающему его превращение независимых переменов Δ и X, при, собственно, Δ и X, имеющем всех в нулю, записывается это вот так вот. Y4, например, от X. Вообще в этой зоне может быть многое обозначение, но мы, допустим, будем изучать. И пока что так, как в школе. Δ и X, тремится к нулю. Δ и Y на Δ и X. Это, кстати, то же самое, что я написал, когда выделял угол наклон на касательный, то есть там называли угол наказательный. Дальше я это расскажу более подробно. Дальше я это расскажу более подробно. Δ и X, тремится к нулю. F от X0. Плюс Δ и X. Минус F от X0. Зеленое на Δ и X. При истине нашей земли. То он, этот предел здесь очень плавно, то этот предел. Нет, это определение производной. То этот предел, он называется... Производной. 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 Функции F. Или равно F от X. Функции F. Функции F. Независимый переменный X. Переменный X. Переменный X. При данном его значении или в данной точке X0. То есть, смотрите, только что я отделил производную. Как? Предел отношения приращения функции к вызывающему это приращение функции к приращению аргумента. То есть, если я чуть-чуть по оси X. Давайте посмотрим на эту же рисунку. Если я чуть-чуть на... Это не относится к касательному, просто на эту рисунку. Если я по оси X, он сдвинулся на дельта X. Это значит, что значение функции в точке X плюс дельта X измерилось на дельта Y. Либо вниз, либо вверх. Этого я пока не знаю. Я смотрю. Разность между значением, которое получилось после слишней, небольшой, и тем значением, которое было изначально. И делю его на... Собственно, на вот это приращение, которое надо будет делать. Так? Как? Производ? Хорошо. Еще раз. Еще раз. Я чуть-чуть... Чуть-чуть двигающую везу. Кстати, двигаю так же двигающую везу вот сюда. Вот. Представим, да? Какое-то небольшое приращение. При этом, понятное дело, по значению функции в угольной точке тоже будет отличаться, насколько там стоит Y на 0. Не обязательно, что оно увеличит. Это будет просто такой пример. Оно может идти в сексуле все. То есть будет вот такой вот. И тогда превращение на дельту X0 станет X0 плюс дельта Y. А Y ну, а Y 0 плюс дельта Y будет ниже. Потому что дельта Y обязательно получается. Каждаем, что мыещаем на дельта X0 плюс дельта X. Я смотрю. Отношения разные. Я беру важность значений функции. Той точке, которая помещилась. И той, которая была. То есть, по сути, вот эта разность f в аргументе, которая X'0 плюс дельта X. Минус f от X0. Это вот эта дельта Y 1. Но DEL X такая остается. И вот это, предел этого отношения, это все равно произносит. Это у вас больше, в ходе 95 класса. Да, вот такие дела. Прямо вот это определение, вообще, мы должны были давать. Ну, собственно... Так, это правда. Давайте теперь обратимся. Вот если вы посмотрите внимательно на то, что я записал в самом начале, а именно на определение мгновенной исходности. Вы там увидите. Если записать эту записку, то есть поменять f на s, а x на t, что, на самом деле, математически ничего не меняет, просто другу по-другому звали, то можно понять, что эта записка то же самое, что скорость. Короче, если считать, что x это время, а y это, например, координата, то вы узнаете производство, вы можете узнать, насколько быстро меняется координатность изменения урса или насколько быстро меняется положение тела со временем. То есть, производная скорость изменения урса. Так, давайте вот это. Скорость изменения. И второе. Уголовой коэффициент, касательный данный исайпер. Угловой, чем называется угловой центра Занаконной? Угловой ковер Виксы и Кашатины, который есть там в инцарк, армии Забана Квала Кашатины, Занакон Заба у знакомых, которые отсчитаны по анализу направления осени ИС. Он рядом производный в этой точке, то есть штрих врукс ноль, где вот эта касательная проведена в точке и с ноль. Ну, догадитесь. Это штрих врукс ноль. Мы это докажем, но если вы будете врубнением прямой, то мы видим, где карты называются угловой эфициент, а отличаются степенью наклона, касательно записи на то, что она проведена, и так далее данные услуги наклонов, карты врукс ноль врукс ноль. Так? Отлично. Это цель. Собственно, разрешаемся к касатке. Сейчас я так буду говорить. Обращаемся к касатке. А dlatego мы можем говорить всех wisdom сaler. То есть это x врукс ноль врукс. Ховно y шир's от x. И все равно пределу, предел х врукс ноль врукс ноль врукс ноль врукс ноль врукс ноль врукс ноль, То есть это производная крышка и x, это выделение, как я знаю, что. Если full fx существует и конечно, то есть не равна бесконечности, конечно, она может быть. Например, какая-нибудь функция, вот, например, глагариф. Вы берете у него производную, ну, в нуле там не может быть, и тут получается 1 делить на x. Нельзя поделить 1 до 0, там получается бесконечность. Короче, что если это конечно, существует и конечно производная, она в точке x0, то нужно вопрос. Если full fx существует и конечно, то есть как что? Производная. Я ошибаюсь сам, если у iPhone x существует и конечно, а, понял, что это конечно производная. Производная. Производная в точке x0, то существует и функция, которая, и касательная, короче, в этой точке. Это ставьте, наверное, в этой точке. Бьем линия вот такое. Y равно. Сначала, чтобы определить Y, нужно проходить через вот эту самую точку. Ну, отлично. Значит, нужно, чтобы... Вот и тут. Вот довольно валяло. Вот, ну короче, сейчас я вам покажу, что это начинка. А там выражение, где было ни с Y в стёпке x2, ни x0. Где? Там выражение. Вот это? Да. Минус. Вот. Еще раз. Это штрих. Читалки. Да. И равно fx0 плюс f' . В точке x0 умноженное на x-x0. То есть вот это вот подразумение. Вот это, подразумение функции в точке x0 прибавится. В производную, подразумение, в точке x0 умноженное на x-x0. Давайте посмотрим. В точке x0 это, наверное, касательная, должна равняться, собственно, значению функции в точке x0. Потому что она там касается. Если мы подставляем x0, x0-x0 будет 0 в скобках. Значит, вот этого слага умноженное остается только fx0. В точке x0 умноженное на x0 совпадает. И, соответственно, идеально равна fx0. Ну, и любой другой точек, как бы, круговой коэффициент. Мы бы считали, что он именно такой, поэтому именно такой должен быть. А вот это просто стандартная операция для того, чтобы построить прямую точку, когда приходит через какую-то одну точку. Она весь помходит через одну точку. И все. Да. Хорошо. Ну, что? С касательными. Теперь давайте поговорим... А, третьего года. А, смотри, как произойдет. А, смотри, как произойдет. Пусть функции f и g имеют производные точки x. Какой-то. Тогда, в общем, для производства появилось следующее правило. Если вы берете производную вот от такого поражения, где f и f и x это просто какая-то функция, а вот какая-то любая даже комплексная константка, вы можете ее вынести за знак производной вот таким удобным. Т.е. Т.е. Останется вот так, кто любит. За константку еще такая скорость придется. Второе. f и x плюс g и x в производной. Это просто семья произойдет. Если у вас не на g, f и x, на g от x, штрих, равно. Т.е. Сначала производная от первого, а от первого формата переписываем, а потом на бэнт с плюсом. Т.е. Т.е. все школьные. Т.е. 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 более 127 G, Т.е. 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 Bry Tumbl's застреливание. Т.е. Т.е. Потом осталось просто 4. Вы еще раз дали производство. Осталось много. Вы можете еще раз дать производство. Это бесполезно. Но суть в том, что когда вы берете производную функцию, у вас остается функция. То есть вы можете проворачивать операцию дифференцирования над функцией бесконечное количество раз. Но это я к чему говорю? К тому, что вот тут мы сейчас написали производную т.р. в произведениях, а нам будете не первым, а, допустим, десятым. Но десятый производной произведения. И тогда там тоже есть вот такая форма. Она похожа на медовнюк. Знаете, вот эти коэффициенты. С1, С2. Вот там такие же штуки будут стоять перед ними. Там точно так же будут считаться как-то производные. Но я специально проверил. Я могу вообще варзить. f делить на g. То есть мы пока будем... Я пока буду все рассказывать на примере метро визу. Значит, тут нужно сначала поделить на квадрат того же визу. Это вот в ходе куба g-маграте x. Потом g от x на f шклих от x. Сначала можно показать, потому что было сверху. Потом это минус f от x. g от x. g от x. g от x. Кстати, вот эту штуку можно рассматривать не только вот так. Если, например, иногда это не совсем удобно. Ну, то есть вам не хочется так делать. Вы можете... Две функции, деленные другом другом, вообще любыми. Даже, наверное, знаете. Синус x деленное на x. Например. Вы можете для этого производства посмотреть, как она там стоит. Короче. Если для этого производства, вы можете, в принципе, рассмотреть это как произведение функции. f от x, умноженное на f на 1 деленное на g. Вот так вот. И тогда это будет f штырек от x, деленное на g от x. f плюс f от x, умноженное на 1 деленное на g от x. Вот это штырек. Иногда это может быть удобно. Чем вот так вот. Хотя, если вы перейдете к общему знаменателю, у вас что-то такое и получится. Наверное. Так. Давайте, например, для каждого четвертой формы. Просто, чтобы вы понимали, как можно и так получаются таблицы. И вот эти все судьи, они получаются очень похожим образом. Это то, как за это подставить. То, что вас интересует в определении производной. Чуть-чуть его покрутить. И что-то получить. То есть, как вы делали с пределами, в самом начале. Сейчас вы тоже примеры поставили. Что понятно или что-то вы вообще расчутили? Контрольный, а как-то тяжелый. На 15 минут. Ты слышал? Да. Вы забырали. На 15 минут. Это 3. Скобочка, 1. На 15 минут. Вот тут? Да. На 15 минут. Так, четвертое свойство. Это 4. Это 5 минут. Ну, если считать на 15 минут. Ну, давайте, на 15 минут. Ну, давайте, на 15 минут. А, точно. Тут приобщение. f от x, деленное на g от x. Зеленое на g от x. Теперь, что я делаю? Я. Расписываю по подробнее. Вот это, что я делаю. Пойдем на g от x. И перепишу и будет. А тут у меня остается. f от x воздает x. f от x, деленное на g от x, деленное на x. Минус. f от x, деленное на g от x. Смотрите, я просто по поделению сейчас расписал. Да. При сбросе поставили. Один на x вынес. Чтоб у меня не было три патажа. А, ну, то есть, на самом деле, оно как-то будет. Это все сновки. Можно написать не так. Если такого. То есть, так будет меняется. Давай еще надо решать. Вот. А, по сути, я теперь написал то же самое, что мы писали в определении производства. То есть, я взял функцию в точке x плюс d и dx. Отнял мне функцию в точке x. Ведь вот это все вместе. Функция деленное на функции. Это тоже функция. Ну, я так подставлю. Дайте. Хорошо. Еще дальше делаю. Я приложу к общему взрыву. f от x плюс d и x. Это можно у нас оберенножить. От g на g от x. Минус. f от x. От g от x. От x плюс d от x. Делить. На g от x. g на x плюс d от x. Так. Вот такую штуку. Я делаю. Сейчас даем к общему взрыву нацию. Еще будет более третий, конечно. Идем. Так. Здесь я делаю тебе пункт. И будем хорошо расшираться. И я делаю. Снова. 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 Ну, я делаю. И. Снова. Он находится в этой таблице в резонах, как есть свойство получать изменения, так же говорим. Так. Теперь. Я хочу прибавить и отнять в числителе вот такую штуку. Я напишу это. Я передвисую, короче, все, что там объяснить. f от x плюс δ x умноженное на g от x, а минус, да, минус. f от x умноженное на g от x плюс δ x, прибавляю f от x, g от x. То есть я его прибавил, должны быть. f от x, g от x. Есть. Внизу остается g от x, g от x плюс δ x и просто δ x. Теперь я хочу прибавить. Я буду прибавить. Я буду прибавить вот так вот. Вот этот вот сетинг, первая, первая. А вот этот вот сетинг, вторая, роль. Ф от x плюс δ x, g от x, минус. f от x, g от x. Вот так вот. И теперь что? И теперь что? Теперь я делаю так же, вторая, минус. Выношу минусную скобку и тут напишу f от x, g от x плюс δ x, минус f от x, а в x уже. Выношу минусную скобку и тут напишу. Сейчас, сейчас, сейчас. Я сейчас скажу, не могу. Слово на вас. Я высуну. Выдер. Вот второй, в сервису, где вы. И ниже, я вот сюда поставил. А я, наверное, на вырук. Два, а вот тут и три. И вот тут тогда получается минус. Вода, наверное, не смеется. Вода, наверное, не смеется. Вода, наверное, на g от x. g от x плюс d или dx. Хорошо, что выставляем. Смотрите, я все как-то слушаю. Что теперь? Вот тут я выношу g от x за скобку. g от x. И у меня, опа, волшебным образом скобки, образуется превращение функции f от x. Отлично. А тут я выношу эту скобку f от x. И у меня на волшебном образом образуется превращение функции g от x. g от x плюс x. Дельта x. Так, смотрите. Вот это вот деленное. Смотрите, вот тут. Если я почтенно поделю. Смотрите, вот это вот. слои. 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 Ну, тут просто произведение двух функций, ну, грубо говоря, для него одна точность, конечно, шевритейс-майк. И шорпи. Нужно опустить рейтинг. Ну все, это уже доказательная формула. Когда мы в рейтинге устремляем к нулю, мы можем вот этим же пренебречь, вот этим пререшить, но вот этим мы пренебречь не можем, потому что в делении мы делим на 0. Поэтому мы ему пренебречь не можем. То есть вот это само по себе не является малым. Так что превращение 1 к 2. Мы ему пренебречь, но с делением на малое пренебречь мы не можем. Поэтому деление на малое оставляем. И остается. Вот это вот. Это f'x. g от x. f'x. Вот тут минус. Он вот там перечеркнул. А вот это минус. минус. Тут уже f'x остается, а g сжается шлифом. Делить на g-x квадрат. То есть мы доказали вот эту штуру формулу. Это что было подвинение. Распасав, в байкапе включить. И все получилось. Так. Что теперь? Теперь вам нужно дать облицу производства. Такой вопрос. У вас она есть или давайте я ее напишу? Нет. Вы ее помните? Удивительная ряда. Давайте запишемся. У нас есть срена в земляках, кстати. У нас есть телевидение и в рейс. И в рейс. И в рейс. В рейс. Принциплина. А ну вот это все. Я сохраню в рейс. Я все это до вас не помешил, так, чтобы вы могли завтрак решать контрольную. Ну а еще, конечно, вам не мешает это напомнить, просто добиться тогда, потому что здесь еще у вас парк грамм. А там нужно будет... Это же производная константы, сколько? Ноль. Производная от х в степени какой-то ню? Ню? Есть степени ню? Да. Третья. Производная от экспонента. Экспонент? Да. Четвертая. Производная от модуля х. 1 разделить на х. 1 разделить на х. 1 разделить на х. Если производная, то обычный логарифм. А разделить на х. 1 разделить на х. 1 разделить на х. Умножить на логарифм. Хорошо. Скажем, что это было 5. От синус. 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 Минус один. Минус один. Минус один. Минус один. Минус один. Что? Да. Выбираем. Ну ладно. Два места. Если так, не играйте. Пять. Пять. Шесть рассказаний. Пять. Вариант 5. Восемь. Нормально. Десять. Одна, два, шесть. Нормально. Минус один. Минус один. Минус один. Это право. Минус один. 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 Давайте, в программе с этим просто же самодельно просимотров. Пранад здесь есть минус один делим на один плюс х в адераторе. Ну все, мы будем. Давайте будем. Написать. Я вам буду разделить, получается. Хорошо. Ну и еще одну пранку, которую, конечно, нужно сказать. Это по поводу дифференцирования сложных функций. Я не знаю, что это по дифференцированию сложных функций. Хорошо. Но это совершенно не так, это дифференцирование сложных функций. Значит, если у вас есть какая-то функция f от фи от x, то есть, когда вы ее дифференцировали. Ну, вы можете в любом порядке, но вам нужно взять сначала производные, например, внешние функции. Считаем, что там внутри просто по иксу хорошо. А потом лучше внук. А потом лучше внук. Ф от фи от x, по сути, есть. И умножить потом на производную внутреннюю функцию в иксу. Ну, например, синус х квадрат. То есть, причем из квадрата и аргументы синусы. Производные. Сначала мы берем производную внутреннюю функцию в иксу. Потом мы нажимаем на производную книжку. Это косинус. И при этом у нас появится англитс антикласс на x, а нас появится восемь на x квадрат. То есть, мы считаем всю вот эту внутреннюю функцию... Можно даже спросить вот так. Вы считаете всю вот эту внутреннюю функцию как бы аргумента. В данном случае, вы считаете вот в этом случае, когда у вас там в газонатурете, там вот в инстаграме у нас аргументы. Функции. И вы, получается, все учли. Вот такая штука. Но это у вас тоже очень удобно. Все. Спасибо.